Всем привет! С вами Pet Shop и сегодня мы расскажем про топ-3 комкующиеся наполнители для кошачьего туалета. Сделаем на них обзор и объясним, почему к ним стоит присмотреться. Сегодня у нас будет три бренда. Это Raw Cat, One Cat и White Sand. Все эти бренды производятся в Турции. В этой юго-восточной стране есть месторождение бентонита, природного глинистого материала, из которого как раз и делаются наполнители. Итак, первый на очереди бренд Raw Cat. Полностью натуральный, а в составе основным компонентом является бентонит. Этот наполнитель относится к эконом-классу с хорошим соотношением цены и качества. Давайте его насыпем. Немножко пыль есть, но в целом не критично. Разводитель, кстати, указывает, что нужно 7 см в слой. Цвет не идеально белый и гранулы очень мелкие, мельче, думаю, чем у остальных брендов. Попробуем налить воды. Комок образовался практически сразу, но он не круглый. Попробуем его разбить. Не разбивается, поэтому убирать очень легко. Этот наполнитель хорошо удерживает запах, а еще в линейке представлено несколько ароматов. Например, аромат марсельского мыла, апельсина, лаванды или запах детской присыпки. Для первого раза рекомендуем взять упаковку именно без запаха, чтобы котик смог спокойно протестировать. И если ему понравится, вы сможете приобрести другие ароматы. Второй бренд – это OneCat, на 100% состоящий из винтонита. Он полностью белый, то есть позволяет следить за здоровьем мочеводелительной системы кошки. Производитель заявляет, что наполнители OneCat могут впитать больше своего объема в 3 раза. У нас есть такой стакан, почти полный, с наполнителем. Мы сейчас всыпем его в лоток и добавим 3 стакана воды. И посмотрим, сможет ли впитать этот наполнитель в воду или нет. Вот. Оставим этот наполнитель на какое-то время и потом посмотрим. Итак, мы влили 3 стакана воды в 1 стакан бентонита. Он не полностью впитал эту воду. Здесь осталось меньше половины стакана. Но мы подождали всего 10 минут. То есть, если бы это вливалось не одновременно, а в течение какого-то периода, например, в течение дня, то я уверена, что этот бентонит впитал бы всю воду. То есть, мы можем сказать, что на упаковке написано «правда». Немного пыли есть, но в целом не критично. Он немного крупнее, чем предыдущий. Не такой белый, как хотелось бы, потому что производитель заявляет, что он полностью белый. Он, конечно, белее, чем первый, но не идеальный. И нальем воды. Комок в целом держит свою форму, но здесь видно, что некоторые частички все-таки падают. Этот бренд имеет широкий ассортимент легких и ненавязчивых ароматов. Всего представлено 8 запахов. Среди них аромат весенней свежести, аромат соснового леса и аромат алоэ вера. Кстати, мы делали большой обзор на этот бренд. Вы можете посмотреть по ссылке в описании или здесь в углу. И третий бренд на сегодня это White Sand, наполнитель супер премиум класса. Указано, что в составе крупные минеральные гранулы, а значит, они будут меньше прилипать к лапам и шерсти. Идеально для длинношерстных питомцев, ведь из-за шерсти у них часто застревает глиняная крошка. Очень удобная упаковка, потому что в коробке можно ставить, не боясь, что что-то просыпется. Здесь также образуется такой носик специально, чтобы ничего не просыпалось и вы точно попали в лоток. Также немного пылит, но не критично, примерно как и остальные. По цвету он немного темнее, потому что конкретно этот наполнитель с добавлением активированного угля. И здесь ощутимо больше гранулы. Как и заявлял производитель, они действительно крупнее, чем в первых двух вариантах. Давайте попробуем налить воды и посмотреть, как будут формироваться комки. Комок стомировался очень быстро, и он аккуратный, круглой формы. Его очень удобно убирать. Сейчас попробуем его разбить. Он вообще не разбивается, то есть, соответственно, его удобно убрать. У бренда есть четыре вида наполнителя. С активированным углем, который еще лучше поглощает запахи. С более крупными гранулами, то есть отлично для пушистых животных. Для чувствительных кошек без запаха совсем и с мелкими гранулами, но повышенной липкостью. Это означает, что комки будут формироваться еще лучше. Мы проверили все три бренда, и они в целом плюс-минус одинаково пылят. Хорошо держат форму, то есть комки не рассыпаются. Вот здесь вот в первом варианте более бюджетным чуть-чуть вот отломалось. Во втором все хорошо держится, но он не такой белый. Как производитель заявляет, что этот полностью белый, это не совсем правда. И вот третий вариант, который лучше всего склеился, лучше всего держит форму. То есть будет очень экономичный в уборке. Приятного цвета, потому что с добавлением угля. Но и он считается супер премиум, поэтому самый дорогой. И здесь видно, что по сравнению с остальными у него более крупные гранулы, соответственно, будет прилипать к лапам и к шерсти меньше. Рекомендуется для очень пушистых животных. Пишите в комментариях, каким наполнителем пользуется ваша кошка и на какой бренд вы бы хотели следующий обзор. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok